Здравствуйте! Сегодня я приготовлю торт «Зебра» для коржа. Просеянную муку смешаю с разрыхлителем, содой и солью. Мягкое сливочное масло соединю с сахаром, ванильным сахаром и собью в течение двух минут. По одному добавлю яйца комнатной температуры и собью до полного растворения сахара. В несколько приемов, чередуя, добавлю мучную смесь и кефир комнатной температуры. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Похожая, вау, ванильный сахар. Продолжение следует... разделю тесто на две одинаковые части в одну добавлю какао-порошок а во вторую такое же количество муки дно разъемной формы диаметром 20 см выстелю бумагой для выпечки бортики смазывать не надо на центр формы выложу по две ложки теста чередуя темное и светлое в разогретую до 160 градусов духовку ставлю форму на средний уровень и выпекаю 45-50 минут остужу корж в форме в течение 15 минут извлеку и полностью остужу на решетке аналогично испеку еще один корж для сиропа соединю сахар ванильный сахар воду поставлю на огонь и доведу до кипения полностью остужу при помощи линейки подровняю верхушки у коржей для крема охлажденную сметану в охлажденной миске соединю с сахарной пудрой и ванильным сахаром собью в пышную массу соберу торт соберу торт убежать стакан На паровой бане растоплю черный шоколад со сливочным маслом. Слегка остужу и перелью в кондитерский мешок. Поставлю торт в холодильник на 3-4 часа. Сметанный крем в этом торте можно заменить кремом из взбитых сливок. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. С вами была Ирина Подолян на канале Приятного Аппетита!